Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Фильм французского режиссёра Жустин Трюе «Анатомия падения» начинается как будто бы с подсказок и намёков. Вначале скатывается, падает вниз по лестнице мячик. Затем мальчик уговаривает свою собаку. «Прыгай, прыгай!» Чуть позже, когда Даниэль, обнаружив лежащего на снегу отца, зовёт маму, Сандра Уойтер показывается в дверях дома, на мгновение замирает и затем торопится вниз по ступенькам. Буквально после этого нам опять почему-то показывают лестницу в доме. Вначале неподвижный замерзший кадр с видом на лестницу снизу. Затем та же неподвижная лестница, но уже её вид сверху. И вспомнив эти кадры позже, мы можем даже подумать, а уж не столкнула Лиссандра Самуэля в пылу ссоры с лестницы. Но затем в кадре чердак, где громко включена музыка и всюду разложены рабочие инструменты. Таких деталей, которые можно воспринимать как намёки или подсказки, в фильме «Анатомия падения» множество. Но проблема в том, что эти якобы подсказки во многом противоречивы. Обратите внимание, сценарий фильма построен таким образом, что аргументы и подсказки как будто исходят то со стороны судебного обвинения, то со стороны защиты писательницы Сандры Уойтер, которая обвиняется в убийстве собственного мужа. А зритель словно бы оказывается в роли одного из присяжных на судебном процессе. Нам приходится наблюдать и обдумывать, анализировать происходящее, тщательно отделять зёрна важной значимой информации от плевел, от своего рода информационного шума. Так была ли смерть Самуэля Малески убийством или не была? Итак, в деревянном доме, расположенном во французских Альпах, недалеко от Гренобля, живёт семья. Муж, жена и их 11-летний сын Даниэль. Дом недостроенный и холодный. И в переносном, и в прямом смысле. В кадрах не раз видны щели в стенах дома. Не во всех помещениях есть и потолочное перекрытие. А за продуваемыми стенами дома снег и зима. Позже адвокат Винсан скажет, у них проблемы с деньгами, кредиты не выплачены. Причём проблемы с деньгами у супругов длятся уже годами. Сандра говорит адвокату Винсану, когда муж уговаривал её переехать из Лондона во Францию, то одним из аргументов было то, что этот переезд якобы поможет решить финансовые проблемы. Затем Сандра добавляет, я уехала из гадюшника в Германии, чтобы застрять здесь, в его гадюшнике. На вопрос о работе Сандра отвечает, я перевожу для немецких журналов. Всё-таки деньги. То есть писательница Сандра Войтер переводит вместо того, чтобы писать свои собственные книги. Её муж, преподаватель Самуэль Малески, достраивает дом вместо того, чтобы преподавать. Они оба занимаются не прямой своей работой, не той профессией, которой официально представляются. И обратите внимание, даже интервью у Сандры приезжает брать не профессиональная журналистка, а студентка университета из Гренобля. Как потом становится понятно, девушка выполняла учебное задание для курсовой работы. Сандра много говорит о том, что Самуэль тоже хотел писать, но у него не получалось организовать свою работу должным образом. А те фрагменты, которые он отсылал знакомым издателям, не вызывали у них интереса. Но, судя по всему, и у самой Сандры не так уж блестящие дела в писательстве. Да, она издала несколько книг, но, видимо, они не имели такого успеха, который мог бы конвертироваться в достаточный и стабильный доход. Иначе Сандра не тратила бы время на перевод чужих текстов. Она писала бы свои собственные книги и не отвлекалась бы на переводы ради денег. Интересно заметить, что именно судебное дело и выдвинутая против Сандры Войтер обвинение вызвалось существенное повышение общественного интереса и к ней самой, и к её творчеству. Причём выступающий по телевизору то ли комментатор, то ли критик говорит, что, мол, уже даже и не важно, как именно умер Самуэль Малески. Просто сама идея «писательница убила своего мужа» — это гораздо интереснее, чем «препод покончил с собой». Как тут не вспомнить полушутливую фразу о том, что любое упоминание — это в том числе и реклама. Режиссёр фильма «Анатомия падения» Жустин Трия принципиально никогда не отвечает на вопрос о том, виновата ли её героиня. Это абсолютно верное профессиональное поведение автора. Зрители должны смотреть и обдумывать, обсуждать фильм, а не расспрашивать вместо этого режиссёра. Как я уже говорила, зрителю фактически отводится роль одного из присяжных, которые должны вынести судебный вердикт. А кроме зрителей, ответ на вопрос о виновности Сандры Войтер на протяжении всего фильма ищет её сын Даниэль. Он и сын погибшего Самуэля, и сын обвиняемой в его убийстве Сандры. Невольно возникает некоторая аллюзия на древнегреческий миф об Агамемнане Клитимнестре и их сыне Оресте. Но только если в мифе всё было довольно ясно и очевидно, то в «Анатомии падения» сын должен сам найти ответ на главнейший для него вопрос. Суд пройдёт. Его участники ещё немного поговорят и переключатся на другие темы. Сын же будет помнить и думать об этом всегда. Для него это вечный вопрос. Зритель в каком-то смысле смотрит на всё происходящее и глазами этого ребёнка. Кроме противоречивых аргументов прокурора и защиты, путает не только следствие, но и собственного адвоката и сама Сандра. Запланированная длительность этого видеоэссе не позволяет мне перечислять все подсказки, улики, намёки, которые мы видим в фильме. Буду рада, если вы поделитесь своими собственными замечаниями и мыслями в комментариях. И не забудьте нажать лайк, если вам нравится моя работа. Это важно для продвижения канала. Так вот, не останавливаясь сейчас на противоречиях аргументации, полагаю, что если Сандра и не убивала своего мужа, то и абсолютно невиновной её тоже вряд ли можно назвать. При просмотре фильма обратите внимание на эпизод, в котором друг Сандры, адвокат Винсан, начинает готовить свою линию защиты. Сандра очень многозначительно телесно реагирует на вопрос адвоката Винсана о том, могло ли что-то подтолкнуть Самуэля к самоубийству. Вначале она резко отворачивается от задавшего вопроса. Не хочу об этом даже слышать. Затем Сандра откидывается назад и закрывает своё лицо руками. Не хочу ничего такого видеть. Затем женщина закидывает руки, смыкает их у себя за головой и очень выразительно и крепко сжимает свой рот. Не хочу об этом говорить. Фрагменты трёх кадров с телесной реакцией героини я выкладывала несколько дней назад в анонсе этого видео во вкладке «Сообщество». Это выразительная и исполненная смыслом телесная и мимическая игра, великолепно исполненная актрисой Сандрой Хюллер. Выдохнув, Сандра, тем не менее, произносит «Конечно, я об этом думала». Затем Сандра продолжает. Но представить не могу, чтобы он выпрыгнул из окна при Даниэле. Более точно, когда Даниэль так близко. Кстати, заметьте, что в этих словах есть и скрытый упрёк. Ещё одно обвинение Сандры в адрес погибшего мужа. И Сандра, и её муж Самуэль эгоистичны каждый по-своему. Каждый из них слышит и видит только себя и свои проблемы. Название фильма «Анатомия падения» подразумевает не только физическую траекторию падения тела Самуэля. Падения, которые исследуются в этом фильме, это ещё и своего рода патологоанатомия семьи, наблюдение за траекторией разрушения человеческих отношений. Так получается, что единственным душевно-психологически зрячим в этой семье оказывается полуслепой ребёнок. Как известно, при слепоте у людей обычно обостряется всякая иная восприимчивость. Можно понимать слепоту мальчика в том числе и как намёк на его большую внутреннюю сердечную чувствительность и проницательность. А кроме того, буквальная слепота мальчика – это ещё и аллюзия на метафорическую слепоту Фемиды. Но заметим, что ребёнок ведь слеп не полностью, не абсолютно. У него сохранилось некое минимальное зрительное восприятие. А действительно ли должна быть абсолютно слепа Фемида? Прежде чем отвечать на этот вопрос, замечу, что «Анатомия падения» – фактически фильм с открытым финалом. Открытые финалы обычно удачны тем, что не упрощают картину мира. Однозначные конкретные утверждения хороши в пропаганде и рекламе. Но если кто-то хочет чему-то именно научиться, приобрести жизненный опыт, то нет ничего лучше сократовского метода – задавать вопросы. Даже самому себе. Фильм с открытым финалом – это тоже в своём роде сократовский метод. Вопрос определён, задан, а ответ вы ищете сами. И в этих поисках ответа зритель находит аргументы, размышляет, старается многое учесть и сопоставить. Фактически совершается интеллектуальная и духовная активность, в процессе которой человек совершенствуется и становится мудрее. Даниэль на протяжении всего фильма ищет ответ лично для себя. Что же случилось с его отцом и виновна ли в произошедшем его мама? Мальчик путается в показаниях, с трудом пробирается сквозь пелену собственных воспоминаний и ощущений. И Марш, девушка, приставленная к мальчику, даёт сомневающемуся Даниэлю совет. Когда нам не хватает информации, чтобы что-то понять, и это невыносимо, остаётся только принять решение. И добавляет. Иногда для того, чтобы не сомневаться, нужно просто взять и решить, на чьей ты стороне. Верить надо во что-то одно. И если у тебя два варианта, ты должен выбрать. По радостной реакции Даниэля на оправдательный вердикт суда становится понятно, что он действительно принял решение и поверил своей маме. Вполне вероятно, что в их отношениях всё наладится. Но возвращаемся к слепати Афемиды. Я вполне допускаю, что кто-то из присяжных при вынесении вердикта мог руководствоваться даже не столько своей однозначной убеждённостью в невиновности Сандры, сколько убеждённостью в том, что так будет лучше для ребёнка. Какова бы ни была роль Сандры во всей той истории, согласитесь, что почти слепому мальчику, который только что потерял отца, остаться ещё и без матери, которую он любит и которой поверил, это точно было бы не самое лучшее решение. Возможно, Афемида порой тоже должна быть, как Даниэль, почти слепа, но не абсолютно. И, кстати, ведь именно абсолютизация собственных интересов и потребностей, собственного видения и абсолютная условная слепота к чувствам и интересам другого разрушила отношения родителей Даниэля. В последней сцене Сандра обнимает взобравшуюся к ней на Сафу собаку, и они вместе мирно засыпают. Заметьте, что собака Снуп сыграла важнейшую роль в вынесении оправдательного судебного вердикта. Вначале то, что произошло со Снупом в той относительно давней и оставшейся за кадром истории Самуэля с таблетками, подсказало мальчику идею эксперимента с аспирином. А затем результат проведенного эксперимента с аспирином, которым мальчик накормил собаку, помог Даниэлю поверить в рассказ матери о более ранней попытке самоубийства его отца. А далее именно финальное выступление убежденного материнской невиновности ребенка и стало, скорее всего, важнейшим аргументом для суда присяжных. Когда мы досматриваем фильм до конца, то уже чуть глубже можем понять и те короткие эпизоды с самого его начала. Может оказаться, что дело не только в мячике, который падал, скатывался по лестнице, и не только в слове «прыгай». Возможно, дело еще и в том, что в обоих эпизодах есть собака Снуп. И мы начинаем понимать, с чем связано обнюхивание ребенком собачьей шерсти в том начальном эпизоде. Ведь Даниэль будет утверждать, что после своего эксперимента он чуял от собаки тот же запах, что и в прошлый раз. Кстати, на Каннском кинофестивале с некоторых пор вручается и специальная награда для актеров собак. В 2023 году ее получил Снуп из фильма «Анатомия падения». И последнее. Сценарий фильма был написан Жустин Трие в успешном творческом дуэте с ее мужем Артуром Арари. Прекрасно, что отношения между творческими людьми в одной семье порой складываются намного удачнее, чем у героев этого замечательного, глубокого и полезного для вдумчивого зрителя фильма. Всего доброго и до новых встреч!